Небольшая обводная. Чем мы, собственно, будем заниматься? Биорисунок. Что это такое? Это не вектора. Не путайте эти два предмета. Биорисунок – это старое и теперь вымирающее, а скоро, ну, наверное, практически вымерет. Высокое искусство. Но скажите, пожалуйста, в самых разных научных трудах, именно в научных трудах, а не просто в каких-то книжках. Биорисунки должны печатать изображения тех объектов, с которыми они работают. Изображение животных, изображение растений, изображение деталей строения тела и так далее. Хорошо. Как сейчас это делается в современном мире? Фотографируется. Фотографирование. Совершенно верно. Фотографирование. Хорошо. А когда фотография возникла вообще? Коля, когда возникла фотография? Давно. Давно – это когда? Реолюционный македонский? Нет. Нет? Не преаводительный? В 19-м веке. В 19-м веке. Какого века? В 20-м. Не а века. В 19-м. В 19-м веке. Это когда-то 19-го века? Конечно, 19-го века. Ну, на самом деле, серединка 19-го века. Первая фотокамера, вот скоро, серединка 19-го века, концу 19-го века. Фото дело развивается уже достаточно мощным. Ну, допустим, последний император российский, которого как звали? Николай II. Николай II. Был очень неплохим фотографным любителем. И остались от него большие количества материалов и так далее. Хорошо. Ну, 19-е время начали. А научная публикация, начиная с какого времени люди стали выпускать свет? Ну, давно. Давно или когда? Ага, да. Примерно конец 15-го, начало 16-го. Как раз на этом рубеже рождается то, что мы будем потом называть наукой европейского типа. Наука это достаточно молодой является. До 16-го века никакой науки не было. Когда говорят про ученых древней Греции или древней Индии, это не совсем правильное использование слова. Это были не ученые. Это были натузиосы. Разница, что называется наукой, это отдельная песня. Мы здесь про это было говорить и быстро. Но вообще для нас важен вопрос. Научная публикация с необходимостью плюстрирования, но уж во всяком случае с начала 16-го века. А фотография возникает в середине 19-го века. Ну, а как же ученые обходились? Веселая. Веселая. Да. Именно так. Веселая. 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 Во всей биологии техники будут называться техники биорисунка, биологического рисунка. Задача биорисунка – передать изображение объекта максимально точнее. Художник, который рисует эскизы, картины, занимается живописью или графикой, не обязан передавать предмет абсолютно точно. Более того, хороший художник никогда не будет стремиться передать объект точно. У каждого человека свое видение окружающего мира. А вот техник биорисунка – это допустимо или нет? Нет. Отлично. Хорошо. Ну а теперь давайте посмотрим. Три с половиной века совершенствовались техники биорисунка, техника точной передачи того, что вы видите. А потом возникает фотография. Как по-важному, что в конечном итоге точнее передает изображение объекта? Рисунка и фотография? Фотография. Вроде бы фотография. Вроде бы фотография. Да? Но здесь мы тут же надыкаемся на одну большую неприятность. Громче. 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 Если уж говорите, то так, чтобы все слушали. Громче. Если ученый психиоз озабочен своей работой, он запасется пленкой, проверит есть ли напряжение в сети и так далее. Проблема другая, обычно. Как, например, когда клетки фотографировать не получится? Хорошо. А как рисовать клетки? Можно через микроскоп посмотреть? Правильно. А теперь я взял фотоаппарат, придел к микроскопу. Можно? Никакие проблемы. А там фотография, где она белая была? Она была как бы, может, так передать? Ну, в настоящем-то мире есть цветная и какая угодно, как передать. И тем не менее, с фотографией всегда будет одна проблема, которая непроходимая, а с рисунком проходимая. Смотреть. Я на планете Тумбу-Юнгу выловил новую, неизвестную, никому неизвестную, и я решил описать ее внутреннее строение. Так. Все чудесно. Смотрите, что я могу сделать на экране. Я изобразил контур, изобразил расположение теней. Все, что характерно для внешнего вида рыбы. А после этого взял и провел вскрытие. Смотрел, как оно внутри построено. Так. Значит, на этом же рисунке изображаю позвоночник. Изображаю строение рыбы. И крепление к позвонкам. Изображаю внутренние окна, которые между ребрами находятся. Так. Ну, вы мне скажете. На самом деле, все то же самое можно сделать? Нет. Так можно, конечно. Как сделать это? Рентген. Рентген. Вы не сможете сделать такое? Да, ребята, взять и наложить несколько фотографий друг на друг. Первая фотография. А современная компьютерная программа типа фотошопа позволяет из фотографий вообще делать все, что угодно. Я могу показать фотографию черта ступа, которая лично сам сделана. При этом ступу я сделаю из какого-нибудь стакана, а черта я сделаю из вас. Сфотографирую, смонтирую так, что вы окажетесь в стакане, который будет выглядеть как ступа. Да? И при этом будете совершенно четким. Никаких проблем. Только. Внимание. Для того, чтобы вот на таком уровне работать с фотошопом, должен ли человек уметь рисовать? Не обязательно. Ни в коем случае. Если человек не умеет рисовать, у него никогда не выйдет составлять композицию высокого порядка в фотошопской системе и преобработать фотографию. Человек, который рисует, работает с компьютерной графикой на одном уровне, а человек, который рисовать не умеет, он работает на одном уровне. Он владеет техническими приемами и не более того. А что с ним делать, он не понимает. У него нет навыков изменения формы, оценки формы. Так что рисунок до сих пор не потерял никакой своей важности. Если вы хотите когда-нибудь стать, ну я не знаю, совершенство овладеть компьютерной графикой. Так? Первое необходимое условие сначала. Научиться рисовать сами, своими руками. Вот тогда вы сможете действительно свободно и интересно работать и с 2D-программами, и с 3D-программами, и так далее. Так что то, что мы с вами сейчас будем делать, это не просто такое искусство ради искусства. Это то, что вполне может потом нам пригодиться. Я-то хотел этот курс провести здесь, в Крыму, примерно так, как я его провожу в Москве в своей гимназии в 1543, для восьмиклассников, которые приходят в биокласс с самого начала. Вот. У меня там огромная коллекция, прежде всего скелетная коллекция. Там, граждан, позвоночная. И мы их учим себе рисунку. Но дело в том, что когда я попробовал скомпиновать эту коллекцию и привести сюда, то выяснил, что для провоза через границу 40 черепов необходимое оформление такого количества бумаг и документов, что я просто не решился. Так? Поэтому заниматься классическим биорисунком здесь мы будем достаточно ограничены. Здесь мы с вами попробуем решить другую задачу. Начнем мы с человека, хотя человек это очень трудный объект. Но просто человека вы знаете лучше, чем те в других живых существах. Первая задачка. Вот теперь практическая рисуночная задача. Примерно мысленно для себя ваш листочек А4 поделить на две половинки левую и правую. И на одну из половинок. На одну из половинок. Попробуйте сейчас за пять минут нарисовать человека. Вот так как вам сейчас закончится. Так как у вас сейчас выйдет. Не бойтесь делать что-нибудь неправильное или некрасивое. А как хотите. Не верхом, не на мотоцикле, не на танке. А за остальным как хотите. Ну вот у вас есть пять минут. Посмотрим. А можно бы разрезать? Ради Бога. Пожалуйста, не делайте разрез человека вот так, через макушку. Угу. Если уж разрез, сделайте большую сагиталью, допустим. Вот такую. Или фронталью. Вот такую. Желание выпендриться. Желание, конечно, хорошее. Но должны иметь свои границы. И не бойтесь ошибаться. Не бойтесь, что такое некрасивое, смешное. Совершенно нормально. Спасибо.